Полотенце тем лучше, потому что на полотенцах остаются микробы и частички нашей кожи. Есть еще одна причина нашего вопроса. Это сам человек. Не всегда мы тщательно моем руки. На сайте www.dates.ru приводятся слова нового кардиолога Чарльза Герба, который сказал, не все люди тщательно моют руки. Поэтому, когда они высушивают руки о полотенце, они втирают бактерии в то место, в котором они будут вознажаться. Примерно через два дня, если высушить этим полотенцем лицо, то на нашем лице будет больше бактерий, чем в горшке. Выяснив из литературы по вопросам и наблюдениям, почему полотенце становится грязным, мы решили провести эксперимент, в ходе которого мы утирали руки о разной полотенце разными способами, чтобы выяснить, как устранить загрязнение. На данном этапе работы мы проводили эксперимент с полотенцами. Я выбрала себе трех помощников, которые вытирали руки каждое свое полотенце. Помощник номер один вытирала руки после однократного мытья. Помощник номер два после того, как помыла руки два раза. А помощник номер три мыла руки с мылом один раз и клала полотенце на батарею для сушки. Через неделю полотенце под номерами один и два стали значительно грязнее. Причем полотенце под номером один дало загрязнение сильнее, чем полотенце под номером два. А полотенце номер три видимых загрязнений не дало. Но мой вывод – сухое полотенце дольше остается чистым. Теперь я задумалась. Это же махровое полотенце. Может быть, вафельное полотенце дольше останется чистым? Мы стали вытирать руки в качестве эксперимента вафельное полотенце. Дольше мы заметили, что вафельное полотенце вытирать руки до сухого состояния сложнее, так как нет ворсинок, как махром, которые бы забирали влагу с наших рук. Вафельное полотенце дольше остается сухим и чистым, потому что на нем нет ворсинок, и оно быстрее высыхает. Мой вывод – вафельное полотенце дольше остается сухим и чистым, потому что на нем нет ворсинок, а на махром они есть. Конечно, наши опыты не оставляют полотенце чистыми, но я выяснила, что это напрямую зависит от качества мытья рук и влаги. В своей работе я подавила гипотезу. Если полотенце становится грязным, значит, оно не безопасно для здоровья, а значит, нужно найти причину и способы устранения грязи. Мои предположения подтвердились. Грязное полотенце становится быстрее во влажной среде, значит, можно обезопасить себя, чаще менять полотенце и лучше быть руки. Спасибо.